Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Приветствуем наших братьев и сестер на площадке Академии Медина, на которой сегодня у нас гость Асхат Хазрат. Асхат Хазрат, ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Алейкум ас-саляму алейкум ва баракатуху, шейх Абдул-Васиб. Сегодня Хазрат обрадует нас погружением, пониманием одного из аятов, которые так актуальны в этот месяц, в месяц Корана, в этот Рамадан, иншаллах. Вопросов у нас пока в этом формате нет, но иншаллах в конце эфира мы дадим вам возможность переключиться на аудио-эфир нашего телеграм-канала. Хазрата мы уже задерживать не будем, иншаллах отпустим, а сами примем на себя весь удар ваших вопросов, иншаллаху та'алле. Хазрат, тафаддалю, бисмиллях. Передаю вам слово. Бисмилляхи рахмана рахима, салату вассаламу а'ля лабиину, мухаммаду, а'ля алейкум, сахаби и жмаин. Хамма бахат и саламу алейкум ва рахатуллаху, брахатуху, вожаемые братья и сестры. Вчера мы, альхамдуллах, напомнили нам аят, где Шевишин Субхану А.Т. говорит, О, верующий вам предписан пост. Подобно тому, как был предписан тем, кто были до вас, может быть, вы станете боговоязненными. Напомнили об этом, подумали, размышляли над этим аятом. Сегодня бы хотелось бы продолжить дальше продолжение этих аятов, аятов сиям, аятов из сур-бакара, которые указывают на пост. Субхану А.Т. дальше говорит, айяма маадудат. То есть этот месяц, этот пост, они считанные количества дней. То есть если айяма маадудат, здесь Субхану А.Т. говорит, как бы нам для облегчения, чтобы мы понимали, то, что это не все время, не целый год вам поститься нужно, то есть не постоянно должны, а я маадудат, даже не месяц, это или 29 дней, или 30 дней, но количество дней, которое можно считать на пальцах, и оно быстро пролетит. И после этого, Субхану А.Т. говорит, тот, кто из вас дожил до этого месяца, встретился в этот месяц, то есть увидел этот месяц, пусть он его постится. И здесь далили, уважаемые братья и сестры, доказательство на то, то, что Аллах Субхану А.Т. говорит, поститься фалиясумху, то есть весь месяц, полностью весь месяц. Это ответ тем людям, которые говорят, можно ли пропоститься два дня, например, в месяц, или три дня, там, будет ли защитный мой пост, то, что я как будто пропостился Рамадан, или первые, например, последние сни, если буду поститься, достаточно лишь для того, чтобы пропоститься месяц Рамадан. Здесь именно ответ в этом аяте Субхану А.Т. говорит, то поститесь весь пост. То есть кто-кто, кто дожил до этого месяца, кто-кто встретил этот месяц, то пусть он его пропостится. Дальше, Субхану А.Т. так как он нас отворил, и он лучше знает нас, он лучше знает вас, он вас отворил в земли. И Аллах, Субхану А.Т. говорит, я лучше знаю вас, он лучше вас знает, что вам нужно. То есть Аллах лучше знает о нас, чем мы, почему он нас отворил в земли. И мы были за родушами в утробе наших матерей, ни о чем не знали. Аллах, Субхану А.Т. дал нам зрение, дал нам слух, дал нам сердца, и мало вы были благодарны, Говорит, Субхану А.Т. Так как знает, Субхану А.Т. есть удаих, есть уковы, есть слабые, есть сильные, есть кормящие мамы, есть беременные женщины, есть старик, то есть Аллах есть путник, есть больной человек. Аллах, Субхану А.Т. говорит, فَمَنْكَنَ مِنْكُمْ مَرِيدًا أَوَ عَلَىٰ СЕФَرٍ فَعِدَّةُ مِنْ أَيَّمٍ أَخَرٍ То есть Аллах, Субхану А.Т. говорит, кто из вас болен, или в пути, то может пропаститься в другие дни. Но, несмотря на это, Аллах говорит, поститься весь месяц. Ну, кто из вас болен? Кто из вас в пути? Аллах говорит, если мы сабер, он может пропастись на родине. Если вы, например, пропаститесь, то есть, опять же, здесь Аллах говорит путнику или больному человеку, если у него есть возможность пропаститься, то пусть лучше пропаститься. А если нет, то в другие дни он восстановит. И здесь, конечно, очень часто задаваемый вопрос, Шиха Абдул-Басик, вы, наверное, тоже с этим часто сталкиваетесь, когда говорят, сделают такой некий кияс, пост на молитву. Например, есть хадис Пророк Мухаммеда, где Пророк Мухаммед сказал, кто-кто мусафир, кто-кто в пути, пусть он сокращает и совмещает намазы, и это подарок от Аллаха. И как бы ты, человек, который в пути, он совмещает и сокращает. Если, например, взять по мазхабу, например, Абу Ханифа, то там Каср Дунал Джам'а сокращает, но не совмещает, под другим трём мазхабам сокращает и совмещает. Это подарок от Аллаха, принимайте его. И тут же человек говорит, если я в пути, мне что нужно делать? Разговление сделать или нет? Это же подарок от Аллаха, я как бы из-за пути могу разговление сделать? То здесь мы говорим, уважаемые братья и сёстры, пост в виду не входит как подарок от Аллаха и как бы лучше разговляться. Нет, касательно поста, человек должен смотреть по состоянию. Если он в пути, мусафир, если у него есть возможность, ему не так тяжело, лучше пропаститься. Почему? Потому что ему обратно это должно восстанавливаться. Если человек сократил намаз, то ему не нужно потом восстанавливать то, что он сократил, это подарок. А здесь именно нужно восстанавливать. Поэтому если у него есть возможность, он в путешествии где-то в пути, в дороге или он, например, болен, у него болезнь не такая, то есть он может пропаститься, ему не обязательно принимать лекарства днём, то, аль-хамдуля, лучше ему пропаститься, если у него есть на это возможность. Если он чувствует по своему здоровью состояние то, что ему поститься тяжело, или если он в пути, ему тяжело, как бы стало тяжело, тогда он может сделать ифтар, может сделать разгавление и потом уже восстановить. После этого, Субхану Ва Та'ля, говорит о месте Рамадан. Шахару Рамадан, аль-лязи удела фи-хил-куру-ан. Месяц Рамадан – это тот месяц, в который Аллах, Субхану Ва Та'ля, не спасал Кур'ан. То есть, Субхану Ва Та'ля, здесь, как говорят учёные, две хасы, есть две вещи. Первое, то, что Аллах, Субхану Ва Та'ля, выбрал время для того, чтобы не спасать Кур'ан, это месяц Рамадан. То есть, Аллах, Субхану Ва Та'ля, почему выбрал именно вот это поклонение поста, почему именно Аллах, Субхану Ва Та'ля, выбрал именно месяц Рамадан, потому что в этот месяц Аллах, Субхану Ва Та'ля, не спасал Кур'ан. Это великий месяц, и для великого месяца, в котором месяц Аллах не спасал Кур'ан, Аллах приказал поститься. То есть, именно выбрал вот это поклонение поста. Другая же, другая сторона, Джани Бал-Ахр. Другая сторона то, что Аллах, Субхану Ва Та'ля, в этот месяц Рамадан не спасал Кур'ан. И также говорят улама, что все другие книги, помимо Кур'ана, как Таврат, Инджиль, Забур, они были не спасаны в Рамадане, 9-й месяц по лунному календару. Но достаточно нам Кур'ана. То есть, Аллах, Субхану Ва Та'ля, не спасал в этот месяц Кур'ан. Шукран Лиллэх, Ази Абвачалля, Аллах, Ниамат, Кур'ан. Фарад Аллаху, Аллаху, Субхану Ва Та'ля. То есть, из-за благодарства Аллаху, Субхану Ва Та'ля. То, что Аллах, Субхану Ва Та'ля, не спасал нам такую великую милость, как Кур'ан. Из-за этого мы постим все благодарства Аллаху, Субхану Ва Та'ля. Поэтому этот месяц Кур'ана, указывает прямой путь людям. И также показывает правильную дорогу поклонения, правильную дорогу, как жизненный такой, скажем, навигатор. Когда мы ставим, например, сейчас вот в Москве особенно тяжело найти дорогу. И даже москвичи сами ставят навигатор, чтобы объехать где-то пробку, посмотреть камеры где-то, где-то там не нарушить и так далее. Также и здесь, как в Кур'ан, это худаль-ли-нас. То есть, именно навигатор для людей. Указывает прямой путь, указывает счастливую жизнь. Указывает, как достичь удовольствия Аллаха, Субхану Ва Та'ля. Указывает, как быть счастливым в этой жизни вечно. И также в Кур'ан, он говорит, что фуркан именно отличает халал от харама. Хороший путь от плохого, запретный от дозволенного. Фуркан. То есть, вот это именно качество Кур'ана. И в месяц Рамадан, это также мы должны понимать, что пророк Мухаммад, салаллаху алейхи салам, к нему приходил Джабраил, алейхи салам, к нему дарису Ал-Кур'ан. Джабраил, алейхи салам, приходил пророку Мухаммаду, салаллаху алейхи салам, обучал ему Кур'ану в месяц Рамадан, и в последний год ему два раза приходил. И в этот месяц люди соревнуются, вот сейчас там можно заметить, что в мечетях сидят люди постоянно читают Кур'ан, и потом говорят, я пять раз прочитал, я десять раз за этот раз прочитал. Они соревнуются, но мы тем самым оставляем все это увидимое. Это неправильно, то есть, алхамдуля, Аллах Субхану Ва Та'ля, почему неправильно? Потому что Аллах Субхану Ва Та'ля нам дал в этот месяц много, как бы, алхамдуля, благодати, и мы должны в этом месяце использовать его полностью, то есть максимум, и делить как-то, делать некую программу, то есть, уделять время для семьи также должны, уделять время для сна, чтобы взять силы поклонения Аллах Субхану, уделять время для того, чтобы ставить ночные молитвы, уделять время для навестись родственников, саляту рахм, и так далее. Просто нельзя полностью взять Кур'ан, закрыться этим. Нету рахбани, нету монашества в исламе. И также люди бывают, знаете, прочитал 10-15 раз Кур'ана, Кур'ан прочитал, и ничего не понял из Кур'ана. Ничего не понял из Кур'ана, и воздается вопрос, алхамдуля, ты читал тебе за каждую букву награду, теперь уже 10 наград, но однако, для чего Аллах Субхану Ва Та'ля не спасал Кур'ана? Основное, для тадаббару. Чтобы мы над ним размышляли, чтобы мы над ним думали. То есть Аллах Субхану Ва Та'ля не говорит, афалай это даббару на Кур'ан, ам аля кулуби на ксалуга. Неужто люди не размышляют над Кур'аном? Или их на их сердцах замки? Также Аллах Субхану Ва Та'ля говорит, афалай это даббару на Кур'ан, валау кана мин аинда гайли ла хилла ваджеду фиих тилафан кафира. Почему люди не размышляют над Кур'аном? Если бы этот Кур'ан был бы не от Аллаха, от кого-то помимо Всевышнего, то что Кур'ан, это не просто мы должны читать его наперегонки. Ройда, ройда, пусть тебе один, пусть не 10 хатм ты сделаешь, но 3 хатма, но такие хатмы ты сделаешь, где ты поймешь смысл, для чего Аллах не исправил Кур'ан, где примешь это в жизни, поменяет тебя в твоих неких действиях, осветит тебя нормой, поймешь ты что-то, что ты изменишь в своей жизни, и также оставишь в этот месяц время для близких, для родителей, для посещения там, скажем, сходить в гости, навестить близких, братьев, там тебе родственников и так далее, поддерживать родственные отношения, опять же, это то, к чему призывает нас Аллах. Также Аллах, Субхану Аталия, в Кур'ан, все, посмотрите, уважаемые братья и сестры, все, что в Кур'ане, все благодатно. Аллах самый лучший месяц, Аллах сказал, выбрал для того, чтобы не спасать, Кур'ан, чахарамадан. Самая лучшая ночь, благословенная ночь предопределения, инна нзалям филляй ля-тил-кадр. То есть Аллах, Субхану Аталия, миспослал, в ночь предопределения целиком, Кур'ан, филлах и махфу, и потом, же на протяжении 22 лет, он миспослался по руку Мухаммаду, салаллаху алейху асалям, аятин айя. Аллах, Субхану Аталия, миспослал на самое лучшее сердце, на сердце по руку Мухаммада, салаллаху алейху асалям, избрал самого лучшего ангела, для этого ангела, Жибраила, на самом прекрасном языке, на логоте л-араби, Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok